Получить знания и опыт от московского лектора смогли юристы Чувашии. В Чебоксарах прошел семинар «Риски в арбитражном суде». Арбитражный суд – постоянно действующий официальный государственный орган, который осуществляет правосудие в сфере предпринимательской и экономической деятельности. Он защищает их права и законные интересы. Но порой не всегда юристы вовремя и правильно применяют существующую юридическую практику. Кроме того, есть множество рисков, которые могут помешать необходимому исходу дела. Меня пригласила компания «Справочная система юриста», первая система разъяснений от судей. И она как раз и занимается тем, что помогает юристам искать ответы на сложные вопросы, с которыми они раньше, может быть, не встречались, может быть, встречались, но не так часто. Гости семинара отмечали, что тема достаточно актуальна, и опыт приглашенного юриста может пригодиться на практике. Несмотря на загруженность в компании, я немало лет арбитражной практики пришел, потому что тема актуальна, очень интересна, и тут можно воочию познакомиться с лектором, выслушать его позицию. Сейчас вводится новый порядок подачи документов в суд. Многие юристы отмечают, что без разъяснений сложно сделать это правильно и вовремя. Вопросы рассматриваются, которые для нас очень интересны. Упрощенное производство, судебные расходы, то есть те вопросы, которые непосредственно у нас возникают в ходе нашей работы. И мы считаем, что подобные семинары, они очень дают пользу не только нам, но и, естественно, другим юристам. Семинар, конечно, будет полезен тем, что московские юристы у нас, по крайней мере, впереди планеты все. Я думаю, от них будет интересно перенять какой-то опыт. В арбитражном процессе достаточно много тонкостей. Я думаю, лектор нам донесет многие особенности. Накопилось некоторое количество вопросов, на которые бы я хотел услышать ответ от него. Чтобы успешно защищать интересы компании в суде, необходима юридическая практика, в том числе и практика разных регионов. Как отмечает лектор, такие выезды помогают высшему арбитражному суду привести к единообразию многие факторы и правильно трактовать положение закона.